Это тепловизор. Он реагирует и настроен на температуру высокую от 37 и выше. Когда пассажиры идут, он фиксирует данную температуру от пассажира. Если у пассажира температура выше 37 градусов, на табло высвечивается определенный цвет и шкала показывает, какая у него температура. С этим пассажиром мы ведем беседу, проводим его в изолятор и далее мероприятие проводим. Основная задача санитарно-карантинного пункта заключается в охране границы Республики Казахстан. Недопущение завоза и распространение инфекции. Пассажиры выходят с международного борта. Мы всех проверяем, абсолютно все международные борты тепловизором. Пассажиры проходят, температура меряется и фиксируется. Если есть заболевание и температура у пассажира, то мы уже ведем свои ограничительные мероприятия. Тепловизор фиксирует, допустим, на табло у меня высвечивается температура, зеленый цвет. Я фиксирую его и он у меня остается на карте памяти. При поступлении от ПДСА информации о том, что прибыл международное пассажирское воздушное судно, мы идем на борт. Открываем борт. В первую очередь спрашиваем медико-санитарную декларацию, чтобы она была заполнена командиром воздушного судна. Также берем пассажирский манифест. Далее спрашиваем у старшего бортпроводника, были ли жалобы от пассажиров. Может быть, кто-то жаловался на температуру. Если таких жалоб не было, мы разрешаем выход пассажиров и до дальнейшего прохождения паспортного контроля. Санитарно-карантинный пункт города Астаны работает круглосуточно. Работаем мы по два специалиста. Главный специалист и ведущий специалист. Ведем также наблюдение с двумя тепловизорами. Ну, сразу тепловизор реагирует до трех метров. Поэтому пассажиры свободно, поток идет. Мы им не мешаем. И как бы у нас идет отслежка всех пассажиров. Пассажиров.